Небанальная кухня Павлова Сегодня буду готовить поистине космическую еду Космическую, спросите меня вы? Да, конечно же, капуста Капуста, между прочим, входит в рацион корейских космонавтов Но я думаю, что если люди знают о пользе капусты, то не только корейские космонавты употребляют ее в пищу Наверное, еще и наши космонавты употребляют в пищу Поэтому я хочу, чтобы вы тоже чаще употребляли капусту в пищу И делали, конечно, это все И делали это, конечно, не банально Поэтому сегодня я хочу приготовить такую закуску Закуску, которая будет состоять из капусты, ветчины, сыра Все такие вот ингредиенты нам знакомые Все любят ветчину, сыр, конечно же, все это будет очень вкусно И все это дело у меня будет вместе с капустой Для этого что мне нужно? Для этого нужна вот такая вот маленькая мне капуста Качан капусты Горячая вода Для того, чтобы не обварить листья, чтобы они были мягкие Чтобы я приготовил то, что мне нужно Итак, возьму немного соли сразу же Чтобы уже потом не отвлекаться мне на капусту Все, кладу качанчик вот сюда Для того, чтобы капуста молоденькая Чем моложе капуста, тем быстрее, собственно говоря, пойдет процесс у вас У молодой капусты листья более мягкие Поэтому долго с ними возиться не нужно будет Мне понадобятся две миски Которую взял у соседки Лариски Так Начинка Начинка Смешная начинка Слово начинка, да Значит, ветчина Начинка очень из этого слова всегда меня радует, когда я его произношу Потому что когда своему ребенку мы подарили там такую Было 4 года 3 или 4 Подарили такую маленькую свинку Плюшевую То он ей придумал имя И имя это было начинка Представляете, да? Он маленькую свинку назвал начинкой На самом деле, ну вот очень смешно было Поэтому каждый раз, когда я слышу это слово Начинка Мне как-то вот сразу ассоциация с этим случаем Очень мне поднимает настроение Тем временем, значит, начинка моя перекладывается в миску То есть это ветчина Ветчина Можете взять какую-нибудь колбасу Можете не брать ни колбасу, ни ветчину Как хотите, смотрите Я вот хочу сделать капустные рулеты с ветчиной Смотрите, обжаренная ветчина с чесночком Туда добавлю немного сыра Все это дело заверну в капусту и обжарю в кляре Приготовлю еще капустный соус Друзья мои, это будет очень вкусно И, конечно же, не банально Итак, теперь что мне еще нужно? Теперь я возьму чеснок Пифагор в свободное время от составления своих теорем Проводил на участке, друзья мои Он выращивал белокочанную капусту Ту самую капусту, которую сейчас я, собственно говоря, и готовлю Поэтому корейские космонавты молодцы Их знают, чем кормить Потому что действительно капуста это кладезь витаминов Между прочим, раньше в Древней Греции Капусту рекомендовали как лекарственное средство И говорили о том, что капуста помогает излечиться человеку от глухоты Я не знаю, как там капусту в уши запихивало или что Но вот тем не менее Между прочим, сейчас, что касается лекарственных средств Сейчас капусту используют не только в кулинарии Но капусту используют еще и в приготовлении различных кремов Для очистки пор лица Поэтому говорят, что капустный сок Он помогает омолаживать кожу Друзья мои, возьмите на заметку себе Поэтому если у вас нет денег Нет денег на различные косметические средства Попробуйте просто свежевыжатый сок И делайте из него какие-то там масочки Умываться этим капустным соком И, собственно говоря, говорят, что эффект будет 100% Ну, сегодня у меня должен быть 100% эффект вкусного блюда Потому что сегодня я готовлю несложное, но очень действительно вкусное, не банальное блюдо Капуста Сегодня у меня капуста – это не голубцы Капуста – это не суп и не пирожки А капуста – это закуска Горячая закуска И эта горячая закуска у меня будет вместе с ветчиной И вместе с сыром С теми продуктами, которые так любит наш русский народ Взять хлебушек, на него ветчинку А сверху сырок И все это в духовочку И со сладким чаем Чпок Очень вкусно Мне нужно нарезать лук Потому что я еще буду делать капустный соус Соус можно тоже сделать из капусты Вообще, на самом деле, соус Можно сделать из всего Это, как говорят, наверное, да? Что женщина может сделать из всего скандал Из всего может сделать салат Из всего может сделать как-то прическу, если не ошибаюсь Вот повара, на самом деле, могут сделать из всего что угодно соус Поэтому соус сегодня у меня будет из капусты Поэтому, друзья мои, главная фантазия Ну и, конечно же, элементарное умение готовить еду Так, что мне нужно? Мне теперь нужно что? Я возьму теперь Кастрюльку Нет, я возьму сковороду Сковородку Сковородочку Поставлю я Сковородку Это вот сюда А это вот сюда Так Налью маслице Для чего мне все это нужно? Конечно же, мне надо обжарить Мне нужно обжарить ветчину Ветчину я буду обжаривать с луком Буду обжаривать с чесноком Поэтому Друзья мои, все будет очень-очень вкусно Сыр 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 Берете обычный сыр Сыр, на самом деле, конечно, сейчас достаточно дорогое удовольствие Поэтому здесь, в принципе, по большому счету Дорогой сыр-то не нужен Можно взять обычный сырок Который вы любите Который вам по карману Сыр Ну, как говорится, да? Сыром блюдо не испортишь Сыр всегда, он Придает Такое, знаете Состояние Разыгрывается аппетит, когда видишь Какую-то такую сырную корочку Красивую Поэтому Сырок вот этот Вот так вот нарежу мелко, да? Чтобы он был, чувствовался этот сыр Не просто была какая-то сырная масса А чтобы он чувствовался Все, сыр у меня готов Сыр я Переложу Вот сюда В отдельную мисочку И теперь, что я сделаю? Теперь я буду обжаривать Овощи Я возьму лук Так Обжариваю лучок Лопаточка Итак Смотрите Пока все достаточно просто Ну, я думаю, что в моих программах Все достаточно просто Ничего такого сложного я не готовлю Лук обжаривается Добавлю к луку немного чеснока Вот так Для начинки Теперь, что я сделаю? Я возьму Пока отложу часть лука жареного Для того, чтобы мне Для того, чтобы мне использовать его на соус Ну, а сюда я всыпаю ветчину И ветчину я обжариваю вместе с луком Конечно же, да Для того, чтобы ветчинка была С такой корочкой румяной красивой Поэтому Пускай жарится Не смотрел? Не успел? Не запомнил? Иди на сайт ТВД по штуру Не банальная кухня Павлова Капуста Что у меня с капустой? С капустой уже В принципе-то Все нормально Ее можно уже вытаскивать Поэтому я возьму На тарелку выложу капусту Я немного ее подварил, конечно же Посмотрите, какая капуста Видите, вот этот черный Слегка такой черный ободочек Это говорит о том, что капуста выращивалась С помощью добавок Всяких нитритов Нитратов Ну и, конечно же, вы знаете, что самая неполезная Часть капусты Это кочерыжка Потому что кочерыжка впитывает в себя Все самые неприятные моменты Которые могут использовать В выращивании этого овоща Теперь Что мне нужно сделать? Капуста у меня готова Лук я пока отложил Ветчина у меня обжаривается И теперь мне нужно только Аккуратно С капусты Смотрите, а он сама уже отваливается С капусты снять листья Ну что ж Теперь я снимаю Капустные листочки Оп Горячо Все настоящее Друзья мои Никто никого не обманывает Действительно горячо Так На самом деле капустой Как я говорил, да, не только увлекался Пифагор Дело в том, что один римский император Вы представляете, отказался от престола И он отказался от престола в расцвет своей карьеры Когда у него пошли дела действительно хорошо Он отказался от своего престола И поехал в деревню выращивать капусту И когда К нему приехали И стали уговаривать его вернуться На престол Он говорит Ребята Какой престол Вы посмотрите Какую капусту я вырастил Представляете Вот человек занимался Выращиванием Этого прекрасного овоща Понимаете, люди уже и тогда Знали Знали и понимали С чем они имеют дело Я, значит, разобрал капусту на листочке У меня здесь Приготовился Приготовился, я не знаю Приготовился фарш, что ли, да Или начинка для капусты Я сюда сейчас порежу немного петрушки Как раз у меня пока листики капусты подостынут Так Вот такие вот Закусочные рулетики у меня сегодня будут, друзья мои Поэтому очень вам рекомендую Попробовать это сделать дома Так Петрушка Кухонный комбайн такой, знаете Оп Ручной Так, теперь Что мне нужно? Теперь мне нужно что? Теперь мне нужно что? Теперь мне нужно что? Теперь мне нужно посмотреть на листья Смотрите, каждый лист капустный Он имеет небольшое утолщение Поэтому здесь есть два способа Либо вы это утолщение срезаете Либо вы можете аккуратно отбить Кулинарным молоточком Если у вас Такое имеется Все То есть вот такие вот Утолщения я срезаю В принципе, да У молодой капусты Когда качан небольшой Эти утолщения, они минимальные Поэтому Здесь Как бы особо заморачиваться не надо, друзья Но имейте в виду Если вы покупаете Качан капусты Он вот такой вот маленький Молодой качанчик То у этого качана может В привкусе быть небольшая горечь И также очень сильный запах капусты Потому что чем качан больше Тем меньше у него Идет запаха Запах капусты Поэтому Смотрите Вот Когда покупаете себе Капусту Смотря что вы хотите из нее сделать Я к капусте вообще отношусь Как положительно Поэтому Меня не пугает Ее запах Ну как это Как говорится, знаете, да Многие, знаете, там говорят Я вот, например Не могу есть баранину Она пахнет, допустим Ну и не ешь ты баранину Если ты не любишь запах баранины Зачем как бы, да Искать баранину Которая не пахнет бараниной То же самое капуста Если человек любит капусту То, наверное, все-таки, да Он нормально относится к запаху капусты Почему нет? Ну сколько мне здесь, я думаю, хватит Листочков Если не хватит Я еще, наверное, тогда сниму Беру Ветчину А вот у меня ложечка есть И перекладываю ее вот сюда К сыру Так А вот в этой сковороде Друзья мои В этой сковороде я буду делать что? Я буду делать соус Смотрите Вот эта капуста некрасивая Которая у меня осталась Вот так ее просто нарезайте Не надо ее выкидывать Можете потом в щи добавить А я сейчас сделаю из нее соус Возьму еще Сниму Пару листиков Так Отсюда Смотрите, да Ну здесь выжарилась у меня ветчина Жарился лук, чеснок Поэтому Зачем мне мыть сковороду Когда я могу использовать Собственно говоря Ее По назначению Так Все, смотрите Дорезаю капусту Будет капустный соус Изумительный Изумительный капустный соус Кстати, если у вас Вот, например, еще остался сыр Можно Очень хорошо В конце туда добавить сыра Я, кстати, наверное, знаете Я добавлю, наверное, сыра Представляете Вот эти трубочки Хрустящие капустной С ветчиной Еще обмакивать В соус с капустой Где еще будет привкус сыра такого А? Мне кажется, это здорово Почему нет? Капуста обжаривается Добавлю немного чеснока Оп Так Соус, как говорится Все стерпит В соус можно класть все, что хотите Хуже от этого не будет Это я вам точно говорю Все продукты, которые вы любите Можно сделать соус Опять же, зелень У меня пойдет туда Люблю зелень Зелень очень полезна Она очень вкусная А я пока посмотрю Что же у меня с начинкой Так Начинка Ну как ты здесь? Начинка говорит, что хорошо Так Ну-ка С вашего позволения Отлично Немного перца Добавлю И в принципе Пускай все Наверное Начинка у меня готова Ее останется мне только завернуть Поэтому сейчас я сделаю соус Залью просто капусту водичкой Чтобы она мне немножко потушилась И пока она у меня тушится Я буду, собственно говоря, заворачивать уже рулетики Да? Должно все делаться одновременно, друзья Пока здесь тушится Здесь жарится Пока жарится Здесь режется Короче, ну вы поняли меня Выкладываю лучок Так Чеснок уже здесь Отлично И Водички Захлебнулась у меня капуста Так Еще чуть-чуть Все, добавил воды И что еще, друзья мои Для того, чтобы Соус у меня был Но мне так будет вкусно Конечно, там будет и сыр у меня Вообще Все, что вы вообще дома найдете Все крошите в этот соус Я добавлю немного куркумы Если вы заметили Я люблю вообще использовать специи А специи любят, когда я их использую Такой круговорот жизни, знаете, в природе Все друг друга используют Я специи Кто-то меня Поэтому Добавил немного куркумы Для того, чтобы соус был такой у меня Интересный Красивый Поэтому Ничего страшного Наоборот Это придаст Некую пикантность Моему блюду Все Пускай соус у меня тушится Теперь что я делаю Теперь я, наверное, делаю самое основное Я наливаю масло в кастрюльку Масло в кастрюльку наливаю Пока у меня масло будет разогреваться Это как раз вот В разговоре о том, что здесь жарится Здесь парится Здесь режется Масло все будет разогреваться Я сделаю тесто, в котором я буду обжаривать капустные листья Кстати, в соус я добавлю немного сливочек Слегка, чтобы он такой был мягенький соус Так Все Возьму Возьму миску Забью туда яйцо Перемешаю Кляр у вас будет пышный И пышное тесто будет тогда, когда вы Добавите холодную воду И вот это тесто на холодной воде Вы будете обжаривать в масле Когда холодное тесто попадает в масло Оно начинает очень сильно разбухать И у вас такое будет пышное, пышное тесто Пышная корочка Теперь я добавлю Муки Так Добавлю как раз лед Немного посолю Так Также добавлю немножко куркумы Так И вот смотрите, получается Получается тесто Которое надо разбавить в водичка холодной Кляр Кляр должен быть Густой Потому что если вы сделаете очень жидкий кляр То я могу сказать У вас просто он Будет сползать Ну вот смотрите Вот такой кляр должен получиться Такой густой прям Густое тесто должно быть Плотное Не смотрел Не успел Не запомнил Иди на сайт ТВД по штуру Небанальная кухня Павлова Что я делаю Я беру капустные листы И аккуратненько Начинаю Накладывать Начинку Которая у меня Уже ждет Не дождется Не банальная капуста Смотрите сами Да, здесь надо регулировать То, чтобы у вас Все это благополучно Завернулось Поэтому Смотрите внимательно У меня получаются Они такие вот маленькие Колбаски Так Видите, они у меня не разворачиваются Только потому, что я Взял Хорошо Проварил капустный лист И благодаря этому Собственно говоря Ничего здесь Не выходит Вот такие вот получаются Трубочки Надеюсь, что Ничего здесь у меня не полезет Маленькие листочки взял Просто если вы возьмете побольше Листики Вам будет, наверное, удобнее это делать Но тогда, конечно, придется Немного подольше их держать Подкручиваю Еще чуть-чуть Друзья мои, как говорится Путь к сердцу мужчины Лежит через желудок Поэтому я думаю, что Если наши Представительницы прекрасного пола Пойдут таким путем То они обязательно доберутся До сердца мужчины Если приготовят ему Такую Вкусную капусту Так Смотрите Значит, что я сделал Закрутил У меня осталось немного фарша Закрутил я Вот такие трубочки То есть это не голубцы Не надо говорить А, голубцы готовят Там что-то придумывают Типа это голубцы-голубцы Нифига это не голубцы Поэтому не надо мне тут взбивать Так, смотрите, да Беру капусту Кстати, ее любят не только корейские космонавты Ее очень еще любили в свое время Работники Рабы, точнее Которые строили Великую китайскую стену Их потому что кормили Кислой капустой Им специально делали капусту кислую Которую заливали вином И благодаря этому Она превращалась В кислую капусту Которую вот и кормили рабов Которые строили Китайскую стену Кстати, я вам обещал вот что Я вам обещал добавить сыр Мужик сказал, мужик сделал Поэтому сейчас пойдет сыр у меня Сюда же Так Смотрите, как Получается здорово, а? Сырок Итак Отлично Ну-ка Жара Только единственное, знаете, что мне надо? Мне надо посолить его Отлично вообще будет В такой Соус Обмакивать капусту Будет очень круто Так, ну что ж Перекладываю его Все А? Я много наливаю Потому что он действительно Обалденный, друзья мои Обалденный Теперь Настало время самого главного Капустные трубочки Что я делаю с ними? Беру И В муке сначала Обваливаю трубочки из капусты Делается это для того, друзья мои Для того, чтобы тесто ваше Не убегало с продукта Оставалось на нем Поэтому Обмакиваю вот так вот я Хорошо Рулетики В кляр И Вуаля Начинаю их обжаривать В масле Второй пошел Капустные колбасы У меня получаются, вы знаете Я прямо с такой любовью их сделал Что они просто реально растут Вширь От моей любви Иди туда, купайся Все Там-тарадам Там-там Все закончилось Все готово И теперь осталось только Слегка Обжарить Может быть кому-то покажется сложным Может кому-то покажется неинтересным Но могу вам сказать Сто процентов Что это не банально И что это сто процентов вкусно Очень вкусно Один соус только уже все, понимаете Можно приготовить И все На этом закончить Но нет Я добавлю еще и рулетов Возьму вот такое Красивое блюдо Петрушка у меня здесь Видите Петрушка у меня здесь, конечно Такая Пенсионного возраста Итак Так, рулетики Поджарить Поэтому надо их теперь Срочно эвакуировать из масла Иначе прозеваю На салфеточку Для того, чтобы лишний жир Лишнее масло У вас, друзья мои Стекло Пирожки получились, да? Готово Получились вот такие, смотрите Трубочки Хрустящие, поджаристые Рулетики получились Рулетики Поэтому эти рулетики Я вот складываю Вот сюда Так Этот вот сюда положу Один попробую С вашего позволения Думаю, что Никто не расстроится О! Какие хрустящие рулетики Смотрите Ммм Сыр Как я и говорил Сыр не будет там как каша Да, он будет такой вот Только начнет плавиться Как раз то, что нужно Поэтому Единственное, конечно Страшновато мне это пробовать В плане того, что это очень горячо сейчас Поэтому Поехали, конечно, это очень горячо сейчас Выключай Все Ребят, получилось здорово Положу вот так вот это сюда Действительно вкусно, поджаренная капуста Друзья мои, это действительно интересно Но это не банально, но это не банально, это вкусно Пробуйте, пробуйте делать такие вещи Я вам уверяю вас, что вам очень понравится Возьму помидорки, черри Просто для украшения положу их Вот так Посмотрите, какое блюдо получилось, да? Капустные рулетики Плюс к этому всему еще соус Друзья мои, ну это действительно здорово Смотрите, как еще красиво это можно все украсить Ну что ж, немного времени, фантазии, небанального подхода И получилось действительно космически вкусно Очень простое блюдо приведет вас действительно в восторг Пробуйте, и у вас обязательно получится С вами был Небанал, пока! Субтитры сделал DimaTorzok